Социально-психологический тренинг это такой метод обучения, который, наверное, является пионером в области тренинга. Собственно, само слово тренинг взялось в прекрасном где-то 30-40-х годах из лаборатории Курта Левина. Курт Левин – еврей, который занимался долгоападемической психологией в Германии и потом, после прихода гитлера власти, быстренько чухнул в Соединенные Штаты, от пиха подальше. Это совершенно правильно, я думаю, сделал. В Штатах с академической психологией как-то у него не сложилось, но иначе он занимался практической психологией. В частности, работал в нескольких университетах, потом на государственные программы и на военные программы и занимался исследованием области обучения взрослой группы. Именно исследованием, потому что до того четких научного подхода о том, как происходит изменение поведения взрослых, не было. Поэтому, ну а поскольку он был академическим психологом, ему стало это действительно всерьез интересно, и он проводил группы под контролем, под наблюдением, и в различных форматах, исследовал разные методики, равное влияние. И вот, собственно, из-за этого метод является одним из наиболее исследованных и таких верифицированных. Другое дело, что он является действительно психологически достаточно глубинным, как по мне, поскольку я психотерапевт, тоже он является, ну, таким, наверное, наиболее предвиженной психотерапией, вот, или группой личностного роста. И имеет целый ряд других специфических аспектов, которые отличаются от многих других тренингов, которые сейчас тренинга не называются, хотя, по сути, многие направления являются либо семинарами, либо лекциями, либо чем-то еще, вот, но вряд ли. Вот, как я, то я бы, наверное, 80% того, что происходит на рынке бизнес-тренингов, к тренингам бы не относил. О чем идет речь вообще этого статья? Речь идет о том, что метод не является, не ставит своей целью работу с какой-то технологией, то есть он является технологичным, но он не нацелен на передачу технологических каких-то вещей. Имеется в виду, он никоим образом не касается логистики, он не касается никоим образом каких-то технологических описательных концептов, ну, например, в проектном менеджменте, как там нужно бюджетировать, как можно там распределять человеческие ресурсы, еще чего-то. То есть эти все технологические насроки, они, как правило, есть книг, их можно просто почитать, и, по сути, они касаются умений и навыков одного человека, самого по себе. Ну, прочитал книжку, что-то, вот, понапрягался и что-то получил. Точно так же, как, по сути, езда на велосипеде, это тоже навык, который требуется одному человеку, если упорно покорячится, вот, можно научиться самому, имеющий даже сам учитель, в принципе. Но, правда, без велосипеда точно не обойтись. Социально-психологический тренинг, в отличие от технологических вещей, направляется, в фокусе держит изменение поведения человека. Притом не просто самого по себе человека, а человека в среде обитания, притом в среде обитания имеется в виду социум. То есть при взаимодействии с другими личностями. Поскольку личности другие, они такие хитрые существа, что они могут чего-то хотеть, чего-то не хотеть, чего-то делать, чего-то не делать, то у человека в связи с этой субъективностью, которая имеется в наличии другого человека, постоянно возникают какие-то проблемы. Грубо говоря, проблемы, связанные с мотивацией, с вступлением в контакт, с выходом из контакта. Ну и, собственно, там и лежит такое понятие, как межперсональное взаимодействие. Взаимодействие двух персон, двух личностей. Вот это вот находится в фокусе остальных. То есть это тренинг чисто коммуникативный? Да. По сути, туда попадают все коммуникативные тематики, которые присутствуют во взаимодействии двух людей. Ну, в частности, это переговоры, продажи, презентации, коммуникация в чистом виде, управление, командное взаимодействие, конфликты, манипуляции. Что там еще такое? Ты так расширил, по-моему, у спектра до общения. Интересно, мотивация же нельзя тут отнести? Не мотивация, а манипуляция. Не, ну, опять-таки, до мотивации точно будут входить в этот аспект. Почему? Потому что, когда речь идет, например, о мотивации самого себя, скорее всего, что это относится просто к области общей психологии. Если речь касается, например, о мотивации другого человека, в связке, например, начальник-подчиненный, или в связке командный, когда идет речь о вертикали, ну, то это точно межперсональный аспект. То есть, тогда, когда я хочу получить от вас какой-то результат, например, моя цель – получить от вас какой-то результат, будете речь о том, как я к вам подхожу, как я вас мотивирую или стимулирую, вот, зависит, да, но точно от этого будет зависеть результат. И социально-психологический тренинг четко осознает одну вещь, что большинство из этих тематик, которые я вот дочеркил, они находятся в такой хитрой сфере, они не являются новшеством для любого человека. То есть, любой человек с этим с детства соприкасается, нарабатывает свои какие-то шаблоны, стереотипы, поведение, и с этим потом как-то по жизни живет, что-то меняет, что-то, может быть, не меняет. И в этом как раз и является основная сложность обучения взрослых, в том, что взрослые вообще-то уже умеют. Детей обучать значительно проще, они чего-то не умеют, и они открыты достаточно к получению новых знаний. Взрослые в некотором случае, ну, скажем так, можно сказать, что они в достаточной степени ригидны. Очень часто по отношению к приобретению новых навыков. Связано с тем, что приобретение нового навыка или более эффективной стратегии поведения предполагает то, что от предыдущей нужно будет отказаться. А когда отказываешься от предыдущей стратегии поведения, чувствуешь себя как-то не очень-то. То есть, таким, пардон за выражение, лохом, который вот как-то должен до таких годов, вот, оказывается, но тонком ничего не умеет. Ну и, соответственно, вот здесь возникает такая сложность, то, что когда взрослого, пытаешься каким-то образом менять, агрессия возникает в любом случае. При том, что она очень часто связана с тем, что, ну, например, при, ну, даже технологиях НЛП либо других тренинговых направлениях, очень часто, когда происходит обучение через модерацию, модерация тут же воспринимается как давление, давление имеет такое свойство вызывать сопротивление. Вот. Поэтому здесь, скорее, в СПТ речь идет о фасилитации, то есть это о способствовании человеку самосовершенствоваться, нежели его модерации, хотя и то, и другое присутствует. Хороший вопрос. Давно я хотел задать кому-то вопрос, но никто мне не оплатит. В чем принципиальное отличие модерации и эссилитации? Достаточно просто. Модерация – это... Точнее. При модерации я четко знаю, чего я хочу от другого человека. И я в некотором смысле его направляю в тормство, куда я хочу, чтобы он попал. То есть телеведущий – это модератор, ток-шоу? Конечно. Ну, в 90% случаев. Может быть, где-то есть такие талантливые, которые поселитил процесс, но, как правило, это модерация. Ну, и, например, тоже так, чтобы привести пример, есть такая вещь, одна из таких услуг на рынке, в том числе я оказываю, как модерация стратегических сессий. То есть это введение стратегических сессий, когда, скажем, я понимаю, к какому результату должна, по идее, прийти группа, хотя бы, скажем, в таком широком контексте. И я вот имею рекламент какой-то, имею какую-то четкую структуру, и я вот лично решаю, кому дать слово, кому не дать слово, кому что говорить, кому не говорить. И таким образом я еще осуществляю некоторое такое дирижирование этим оркестром. Вот дирижер — это совершенно точно модератор. Если же говорить о фасилитации, то фасилитация — это создание таких условий для работы, при которых личность способна самостоятельно прийти к тому или иному решению. То есть это создание контекста. Вполне возможно, что в этом контексте будут какие-то деструктивные проявления, те, которые излишни, скажем, в каком-то в том или ином процессе. Но поскольку они являются такой жизненной правдой, то тогда человек чувствует себя не в качестве какого-то манипулируемого существа, от которого чего-то пытаются добиться. А он считает себя в своем праве. И он тогда направляет свои усилия на самореализацию и самораскрытие. И в этом процессе возникает значительно больше перспектив для его развития, потому что модерацию можно сравнить с авторитарной системой управления, а фасилитацию можно сравнить с демократической системой управления. Так на тренинге и то, и другое присутствует? И то, и другое, но я предпочитаю модерацию. Лично я и в СПТ, я считаю, что значительно более эффективно фасилитацию. Фасилитацию, потому что личность может более эффективно раскрываться. Давайте тогда попробуем технологически очертить, что вообще, как это все дело может работать и что это может означать. Если смотреть, ну опять-таки скажу, что я немножечко здесь буду вульгаризировать и психологию, и нарисовать некоторые схемы, которые местами где-то притянуты за уши. Но не притянуты за уши для того, чтобы иметь возможность действительно описать это каким-то образом структурно. Субъективный мир крайне сложно описывать структурно, поэтому что-то здесь является немножко вульгаризацией. То есть вульгаризация от слова «народ». То есть донесение этого в «народ» более простыми словами. В СПД я рисую такую схемку, где я описываю его место следующим образом. Если мы посмотрим на личность, то есть «я». Это «я» можно воспринимать в этой схеме как некоторое ядро личности. Ядро личности, которая может направлять свои трибы, свои вектора развития на самое-самое различное. Может быть здесь тоже есть неудовлетворенность чем-то, что происходит внутри меня. Но это та область, где я есть сам по себе. И если здесь что-то с этим может работать внутри этой сферы, то это будет психотерапия. Я это веду с внутренними концептами и так далее. И ежели пойти дальше, то в «не я» начинает проявляться социум. И если мы говорим о некоторых социальных навыках и умениях, воспитая вообще-то в ролик о тех жизненных навыках и умениях обращения к социуму, которые являются по сути жизненно обращенными. То есть если я не умею к социуму правильно обращаться, эффективно обращаться, то вполне возможно, что я получу по шапке крепко. Но это может закончиться достаточно печально. И в конце концов мы попадаем в такую сферу, как самое глубокое, то что ближе всего к ядру личности, это сфера, которая связана с умением. Умение, если говорить о учебном контексте, вряд ли может дать какой-либо тренинг вообще априори. Потому что умение – это навык, доведенный до автоматизма. И речь идет о том, что на умение уходит много времени. Умение, ежели у нас какое-то появляется, то скорее всего, что оно навсегда. Ну или плюс-минус навсегда. Всегда нужно сильно постараться, чтобы чему-то научиться, разучиться всерьез. Поэтому, когда мы говорим об умениях, то может быть единственный контекст, который, честно говоря, я тоже в программах иногда указываю такую штуку, как умение вступать в контакт, умение выходить из контакта, умение что-то. Но это нужно понимать, что это я в некотором смысле вру. Потому что речь идет об умениях, но я в тренинге за три дня умения могу с ним соприкоснуться, но я не разовью от нуля вот до какой-то конкретной точки. С умением может работать такая штука, как коучинг. Коучинга тоже существует на рынке целая туча всяких направлений, экзистенциальные, такое-сякое, пятое-десятое. Вот тут за последних 10 лет видев коучинг, как собак нерезанных появилось, извините. Я воспринимаю в мое понимание слово коучинг, это некоторый репетиционный метод, когда у нас есть необходимость, например, корректировать какое-то поведение человека, он ко мне раз в неделю, два раза в неделю приходит, получает, возможно, в когнитивно-поведенческой сфере какие-то задачки, идет там и где-то проверяет, возвращается ко мне, дает обратную связь, мы что-то проводим, какую-то интервенцию, и так мы продолжаем некоторое время, и в итоге мы получаем изменения. Как правило, связано с тем, что человек выходит в мир самостоятельно, и что-то там делает самостоятельно, и мне подает обратную связь. Дальше за умениями, как я уже сказал, будет у нас находиться такая штука, как навык. О навыке точно можно говорить в тренинге, нельзя говорить в тренинге, ну, скажем, обычный тренинг, он длится 2-3 дня, ну, либо это программа тренингов, ну, в любом случае, редко, когда, ну, вот, скажем, одна из самых длительных групп, которая работала над одной тематикой, это вот группа, которая была в тренинге по переговорам 7 дней, ну, и то, это было 3, потом 1, и потом еще 3. Вот, там точно есть чего развивать, в принципе, в каждой тематике, я думаю, что дней по 10 есть чем заниматься, может быть даже больше, но в любом случае, обычно, типичный тренинг длится 2-3 дня. Вот 2-3 дня в норме, опять-таки, может речь идти о конкретной выработке, ну, 2-3, максимум 4 навыков конкретных, которые шлифуются в ходе тренинга. И обычно это называется навыковый тренинг. То же самое, такую штуку делает и мой центр, я этим могу заниматься, иногда это именно такие заказы идут в области навыков, но происходит такая интересная штука, что для того, чтобы тренировать какой-то конкретный навык, нужно для начала разобраться, вообще этот навык можно, пришить человеку, или у него структура личности, например, или мотивация к этому, ну, никак. Речь идет о том, что прежде чем заниматься каким-то навыком, требуется проверить такой пласт, как способность. Способность это уже что-то такое более личностное, более глубинное, и означает вообще-то для человека очень простую вещь, ответ на вопрос, буду ли я, хочу ли я этим заниматься, например, шлифовкой навыков, или мне не дано, и я не хочу это делать, или просто-напросто мне оно не надо по каким-то различным причинам. А еще не узнает об этом. Вот, 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 вот это вот способность, это одна тестирование способности, это одна из задач испытаний социально-психологического тренировка, то есть в той среде, в той сфере, в которой мы проводим обучение, наша задача предоставить человеку возможность для получения обратной связи о собственном поведении и принятии решения, буду ли я это делать или не буду, то есть буду ли я идти глубже и нарабатывать навык, или мне это просто-напросто не надо. Вторая сфера, которая стоит над способностью и которая является всерьез такой очень тяжелой сферой, это уровень, который называется установки. Тоже относится к СПТ, и по сути СПТ вот с этими двумя вещами и работает. Основной фокус внимания это две вот эти вещи. Что имеется в виду под установками? Установки это подсознательный механизм, который в человеке запускает некоторое поведение. То есть, когда я в какой-то среде, имеючи какую-то задачу, что-то начинаю делать, не задумываясь, идет какое-то мое поведение, оно подсознательное, оно может быть местами осознанно, но постоянно контролировать свое поведение человек не в силах, особенно при контакте с другим человеком, внимание расфокусируется, и работают те интропсихические установки, которые вот у нас зашиты. Можно считать, что это некоторые программы, которые запускают, нажимается кнопка, и человек запускает типичное поведение. Пока понятно, что такое установки. Так вот. Способность можешь в виде примера? Способность? Например, на тренинг продаж, например. Человек попадает на тренинг продаж, ну как куда-нибудь устроился на работу в качестве, не знаю, продавца. Ну и думает, что продавцы, они, наверное, получают много денег, это замечательно работает. Ну, к примеру, по-молодости, по-зеленности. Потому что продавцы получают хорошие деньги. Да, но есть же много фантазий, например, если я там где-то закончил институт, и не могу никуда устроиться, да не пойду-ка я там в продавцы. Или вот я часто тренирую фармрынок, вот работал, работал врачом, получал 3 копейки, потом, да ну я к чертовой матери, пойду в фармкомпанию, буду медпредставителем. Вот, ну потому что есть фантазия, что медпредставители это такой лакомый кусок, у них машина, мобильный телефон, компьютер, там и так далее, достаточно высокая зарплата. И вот речь идет о том, что, например, способность, это когда человек в тренинге, когда ему создается процедура, которая создает такой себе реальный контекст, плюс-минус, я это называю обычно, это экспиренциальные игры, моделируемые процедуры, которые не ролевую игру запускают, ты злой доктор, я хороший, там, например, медицинский представитель, а которые моделируют реальное поведение. То есть, грубо говоря, это некоторая провокация, игра, содержащая провокативный контекст, которая вынуждает личность работать целиком, со всеми эмоциями, со всем тем, что там есть. И вот в этой процедуре человек, например, на уровне способностей может осознать, что вообще-то, елки-палки, там требуется столько всего знать и уметь, ну, например, есть такая штука, возможно, вы слышали, есть позиция снизу. Объясню. Потом позиция снизу, а я потом более комплексно объясню. Позиция снизу, это позиция трепетного, услужливого поведения и подхода к личности, ну, скажем так, вот, действительно снизу, дабы эту личность не пугать, дабы на него не давить. В нашем социуме эта позиция воспринимается очень часто как позиция унижения, унизительная, она обижает, она неприятна. И когда человек сталкивается с тем, что основная квинтэссенция работы продавца связана с вот этим, они, слушайте, да ну вас к черту, не хочу я нарабатывать вот навыки занятия позицией снизу, и там продаж, каких-то и переговоров, не хочу, это не для меня. Я же вообще великий и могучий, вот, а тут вы мне предлагаете такую работу. Вот эта вот речь будет идти о способностях. То есть она вообще-то есть, ее можно развивать, вот, но человек отказывается это делать просто-напросто, ну, по каким-то своим внутренним причинам. То есть это ищет о мотивации, да? Ну, в данном случае, да, по внутренней мотивации человека. То есть будет и о понимании, потому что он сам, на самом деле, ошибочно представляет себе ту или иную специальность. Точно, точно, точно. Развеем они люди. Если же говорить дальше, то вот в этой структуре есть еще один блок всего лишь, который касается тренингового аспекта. Это блок называется информация. Они обычно, ею обычно занимаются лекции, семинары, ну, и так называемые бизнес-тренинги. Это основная цель бизнес-тренинга, лекции, семинаров, это донесение информации до человека. Возможно, что-то где-то попробовать, продемонстрировать, но не является целью пробиться вот туда через установки и навыки и действительно начать что-то всерьез тренировать. То есть, ну, тут такая штука простая. Мы информацию донесли, умную книжку перегнали в компьютер, показали на, как где-нибудь, на флипчарке, через мультимедийный проектор или еще как-то, поулыбались, ну и, собственно, считается, что есть эффект. Эффекта на самом деле нет. Или он есть процентов на 10. Как правило, это когнитивные конструкты, что-то такое на уровне информации в одно ухо влетело, может быть, даже впечатлило, но оно редко пробивается через вот эти вот установки и способности, потому что установки это уже сложенный стереотип поведения, и человек самостоятельно, как правило, от него вряд ли откажется. Даже если он неэффективный, ему нужно всерьез попасть в такую ситуацию, где он всерьез примет решение, что это не так. И что у нас происходит дальше? Если говорить о СПТ, о тренингах социально-психологических, если их разбить, их можно разбить на три таких этапа основных. Что делает СПТ? СПТ на первом этапе направляет свои усилия на так называемую лобилизацию. Лобилизация – это предоставление человеку обратной связи о его компетентности в той или иной сфере и направлено в связи с этим. Если мы говорим о реальном контексте, о том, что человек проявляет свое реальное поведение, то оно, во-первых, связано с фрустрацией. Очень часто человек неудовлетворен. Наша задача вообще-то – показать реальное поведение. Если это реальное поведение супер, то можно сказать просто так. Тебе нечему здесь учиться. Иди, иди, работай дальше. То есть тебе здесь, как правило, нечего делать. Но, как правило, в 95-е, может и больше, в процентах случаев, ну, поскольку люди идут на тренингах или догадывают, что у них есть некоторая проблема, или их посылают руководство, скажем, в корпоративном тренинге, потому что оно тоже догадывается, что у них есть некоторая проблема, в тренинге демонстрируется неэффективное поведение на уровне лобилизации. То есть это первая часть, скажем, трехдневного тренинга, когда группа входит в интенсивный раздрай. В интенсивный раздрай. Состояние очень неприятное. Состояние связано с агрессией, состояние связано с фрукстрацией, с недовольством. Грубо говоря, это можно сказать, что человека макают лицом в собственное ожидение. Ежели оно есть. Если нет, то не обязательно. Но за счет лобилизации, во-первых, возникает возможность столкнуться со способностями, во-вторых, столкнуться с теми установками, на которые находится внутри человека. И вот здесь, вот вторым этапом, будет работа с установками. А лайфспринг это тоже сюда? Ой, боже, упаси. Ну, как-то, сначала про фрукстрацию я вспомнил сразу, что вы упащили. У лайфспринга это очень хитрая манипулятивная технология, которая напичкана очень многими техниками, которые не просто его макают куда-то и во что-то, они создают за счет этого, макнули, то да, можно, в общем-то, где-то так немножко сравнить. Но там макают очень часто не в предметную сферу, то есть не в конкретную компетентность какой-то вот, в каком-то из навыков, а макают в личный сфер. И человек потом очень интенсивно хочет оттуда выбраться, а ему за счет технологии предлагают такую палочку-выручалочку, которая создает условия зависимости от того, кто его спасает. Что ты думаешь-то? Лайфспринг или что-то? Лайфспринг. Это уже далеко не новая. Лайфспринг – это технология, за которую единственный случай пока что в истории основатель получил 10 лет заключения, но правда тропанул из Штатов. Это Эрхо, известный. Но зато технология отлично прижилась у нас, во всех нормальных странах запрещена, а у нас шествует от и до. Это, кстати, не только только Лайфспринг, еще есть... Господи, как же я все равно убедишь? Я потом вспомню, скажу, еще вторая такая штука есть, которая тоже у нас много. У нас, кстати, дочерки кого-то во всего. Здесь, когда речь идет о лобилизации, человек не макается, а человек сам себя макает, грубо говоря. То есть он, ну, например, если мы говорим о какой-нибудь, что бы нам такое сделать? Ну, вот, например, если бы у нас здесь было достаточное количество людей, и у нас был бы тренинг конфликта. У меня любимая фишка, это когда группа заходит, когда я знаю количество участников группы, группа заходит в помещение, и в помещении сразу же на один стул меньше. и опоздавший участник, а такие, как правило, существуют, входя в помещение, получает, ну, такую себе неудовлетворительную картинку, что ему негде сидеть. Ему нужно каким-то образом вживую выкручиваться. То есть я конфликт создал сразу же в группе. То есть он еще не попал в тренинг, как таковой, а конфликт уже присутствует. Первое, что приходит в голову нормальной личности, это обвинить тренера в том, что он козел, что он вообще-то тут как-то. Что это тут такое происходит, да, вот там, пожаловаться куда-нибудь руководству и так далее, и так далее. Но при информировании человека, что у нас тренинг конфликта, или тебе нужно каким-то образом выкручиваться. Запускается вторая нормальная модель поведения. Человек куда-нибудь там усаживается на тумбочку, на стол или на подоконник, и всем своим видом начинает демонстрировать, что у него все в порядке. В этот момент он как раз и сталкивается с собственными способностями и сталкивается с установками, которые находятся внутри него. То есть он начинает интенсивно искать выход из ситуации. А выход из ситуации будет какой? То есть ему нужно будет у кого-то этот стул каким-то образом получить. Что означает? А народа, который сидит на стуле, народ тут же начинает считывать эту ситуацию. И каждый начинает к этому стулу буквально прикипать. У меня некоторые участники после первого перерыва в туалет со стульями ходят. Потому что понятно, что как только я со стула встану, вот этот вот дядька, который только что демонстрировал, что у него все в порядке, тут же плюкнется на мой стол и эта проблема станет моей. И теперь уже мне придется калечиться. Через некоторое время человек осознает, скажем, в подобной процедуре, что этот стул ниоткуда не появится, что ему придется каким-то образом эту проблему решать, при том решать с кем-то из участников. Дальше стратегия будет установочная, скорее всего, работать таким образом, что он либо этот стул действительно сворует, либо он займет мой стул, что будет означать вообще-то нападение на меня, как на тренера. Вот. Ну, скажем, это тоже решается технологически. Либо же то, что должно запуститься в норме, запустится его дискуссия, его контакт с другими участниками тренера. И понятно, что ситуация вообще-то конфликтная. Никто просто так не будет это дело уступать. Ему нужно будет продемонстрировать свои переговорные стратегии, свой стиль работы с конфликтом и все то реальное поведение, которое он будет вот прямо здесь демонстрировать. То есть он никуда не денется, он будет работать вживую. То есть здесь нет никакой ролевой игры. Моделируемость... Имитации. Моделируемость ситуации становится уже немоделируемой. Она становится... Она переживается всерьез по-настоящему. И вот через некоторое время эти конфликты участники группы тоже что-то проявляют. То есть народ начинает либо уходить от конфликтов, либо наоборот нападать, либо истерить, либо плакать, либо еще что-то. Либо, например, одна из стратегий, это дабы не вступать в военные действия с этим участником, кто-то говорит, ну давай садись на мой стул, я постою. Либо начинается усаживание двумя попами на один стул. Вот если такое происходит, я забираю стул уже у двух человек. Есть проблема, потому что ресурсов лишних не бывает. В итоге группа вынуждена, это уже не один человек, а группа вынуждена решать задачу, как вести себя в этой конфликтной ситуации и демонстрировать настоящее, реальное, живое поведение. И потом можно вот как раз через рефлексию добывается вообще-то, а что вот в данный момент происходит, почему ты не хочешь уступать, почему ты хочешь уступать, что в тебе происходит, откуда берется агрессия, откуда берется обида, почему не запускаются нормальные формы поведения. И через это вот человек через некоторое время осознает, что где-то что-то во мне не то, что-то мне нужно в этом смысле менять. Пока понятно? Для тренинга это рискованно, получается, если попадает личность не конфликтная, она будет спокойно сидеть в уголке, стоять в трубочке и ничего не сделает? Нормально, под конец второго дня и ее проработать. А, то есть все-таки это случается всему свое время? Конечно. Дело в том, что я как тренер тоже это буду. Я просто как тренер в эти моменты буду периодически про него вспоминать, буду периодически подстебывать, то есть я буду эту агрессию подпитывать. И в любом случае, если это агрессия, а она будет в любом случае где-то существовать, если ей не позволить улечься внутри себя, внутри человека, то она каким-то образом будет вымещена на группу. А это как раз и будет означать, что есть повод с чем работать. Потому что нормальной формой, например, то, к чему должна выйти группа, это каждый из участников должен вообще-то всерьез согласиться с тем, что он тоже вляпался в ситуацию конфликта, что ему нужно каким-то образом вступать в переговоры с этим человеком. Тут происходит масса манипуляций всяких различных, давление, шантаж, манипулирование. Но, как правило, все, что угодно, кроме просьбы. В конфликте как раз наш народ просить не умеет. И вот когда это все выходит, группа начинает осознавать, что или она как-то договорится, а это будет означать изменение стратегии поведения, например, с конфликтной позиции агрессора, на позицию сотрудничества, на позицию взаимозависимости и признания важности другого человека. И тогда происходит внутри изменение вот этой самой установки. Я понимаю, что шантаж не работает, агрессия, нападение не работает, манипуляция не работает. А то, что работает, я не знаю и не умею. И вот тогда возникает так. А вот теперь я вот этого не умею, давайте помогайте мне что-то вас с этим делать. И вот тогда появляется готовность человека осваивать какой-то навык. Вы понимаете, что это будет больше похоже на модерацию, чем на акселитацию? Вы изначально знаете, к чему вы их ведете. Может быть, их решение было... Я точно знаю. Ну, так я уже в этом подразумеваю. Но я знаю на уровне, как тренер, я знаю, к чему должен привести. Я знаю точку входа, я знаю точку выхода. К чему должен привести этот тренинг. А сами методы ведения тренинга я не через модерацию делаю. То есть, если я начну каждому рассказывать, так, ты вот вляпался в ситуацию, сейчас выходи в центр, подходи к Лене, говори вот это, делай вот так вот. Тогда будет чистая модерация. Человек будет сопротивляться, будет говорить, да какого черта, и на самом деле он будет сопротивляться не в решении задач, он будет сопротивляться мне. А если я предоставляю эту наводку группы, говорю, ребятки, я не знаю, что вам делать. Вы вляпались, давайте как-то выкручиваться. Запускается интенсивный поиск решений. Притом они сами их пытаются найти. То есть, установки, это уровень установок, это появление привычных способов поведения. То есть, то, что человек делает в жизни. Совершенно верно. Вот это и есть основная, вообще-то, задача, выявить нормальные, обычные, жизненные стратегии поведения, установки, которые руководят поведением, и при необходимости их откорректировать. И вот, по сути, где-то во второй половине тренинга начинается вот здесь, вот уже так называемая фаза устойчивой работоспособности, где группа начинает выходить на наработку каких-то, по крайней мере, вот здесь, обычно во второй день, на осмысление того, что здесь что-то надо. Здесь появляется готовность к обучению. Вот. А в третий день, это, собственно, навыковая часть. Естественно, что СПТ захватывает не только вот это, то, что я нарисовал, суток, захватывает оно еще вот так вот. Я бы так нарисовал. То есть, здесь речь идет немножко об информации, немножко о навыке, но в основном об установках и о способностях. То есть, теория дается, как некоторое следствие, как комментарий существующего поведения. Теория дается, как моя обратная связь на то, что могло происходить. Вот у нас вот сейчас что-то здесь происходило. Давайте рассмотрим это с точки зрения теории. Вот с точки зрения коммуникации и управления конфликтами есть вот такие, такие, такие теории, которые я могу нарисовать, которые я могу рассказать, озвучить. Это все достаточно кратко. Это может быть получасовый какой-то, какой-то блочок. Но оно идет в ответ на то, что группа переживает. И когда это идет в ответ, а я вообще-то речь идет даже не о, собственно, теории как таковой, обычно это озвучивание принципов социального поведения. Каких вот правил? Правил того, как это должно происходить. И тогда, когда это озвучивается, группа сама доходит о том, что ага, так мы вот это нарушили и вот это нарушили, и вот здесь вот я нарушил. Так, а как не нарушать? А вот как не нарушать? Давайте, ребятки, думать. Давайте думать, какую новую стратегию поведения. Ну и поскольку людей в группе много, каждый начинает что-то привносить от себя. У них опять-таки есть возможность посмотреть. У кого-то что-то получается более эффективно, у кого-то менее эффективно. И за счет взаимодействия с друг другом они начинают быть готовыми и пробовать чужие стратегии поведения. И что-то действительно начинает бац и уживаться. Вот что-то хоп и получилось. Вот здесь вот как раз во второй половине тренинга начинается не фрустрация, а начинается такая легкая эйфория от того, что ух ты, у меня что-то начинает получаться. При том, что я контекста зависимости от тренинга, от себя или от группы не создаю. То есть у тебя есть возможность в любой момент взять и уйти. Или не захотеть выполнять упражнение. Это твое человеческое дело. Например, у лайфспринга есть такая штука, когда участники не могут выходить в туалет на протяжении, по-моему, полудня. Это уже одна из манипулятивных технологий, создающие изменения сознания. Участники там, по-моему, не могут пить, не могут есть. Ну, там целая туча всякой тренинг, которая создает реально контекст такого, когда они смотрят на тренера, как на полубога, который что-то должен разрешить. И тогда мое разрешение означает просто все. И кроме того, в отличие, например, от бизнес-тренингов, а в частности от семинаров, в семинарах часто применяется такая штука, как демонстрация того, как надо. При демонстрации того, как надо, тренер попадает в родительскую позицию, он становится таким, опять-таки, полубогом, который такой замечательный, такой кайфный. И от него хочется чему-то научиться, но на самом деле инструмента, как это сделать, нет. У тренера свой уровень компетентности, он как-то к этому пришел. И не факт, что это у каждого человека получается самого. А поскольку это идет через демонстрацию, и демонстрация – это тоже некоторая модерация, то у человека так и остается целая туча подвешенных вопросов. А тогда есть вероятность того, что на эти вопросы он будет отвечать все чаще и чаще и чаще, ходя на тренинг одного и того же тренера. Для того, чтобы для себя разобраться, как он это делает, и каким-то образом попробовать на себя это одеть. Тут же так же принципы социального поведения, тоже являются все субъективными. Конечно. И как тренер скажет, так оно и будет. Да. А моя задача здесь говорить как можно меньше. Для того, чтобы человек сам пришел к этому. Точно так же, как с детишками, можно им долго рассказывать о том, что там суй пальчики в розетку или не суй пальчики в розетку, но до тех пор, пока он сам не сделает вывод, что это опасно, ему будет непонятно к чему это. Ну я сейчас так очень интрирую. Они очень интрируют своих родителей, поэтому если тренер себя правильно ведет, то человеки комформируют очень-то... Точно. Они начинают осуществлять ту же самую проективную идентификацию некоторую, смотреть, как это делает тренер, но моя задача не демонстрировать самому, как, например, решать конфликт. Иначе это будет моя модель поведения, которая вполне возможно, что на их личность не прирастет. Не даст корня. Я почему, собственно, я ушел когда-то от НЛП, потому что у меня появилось четкое ощущение, что наука сильно врет в одной простой вещи, в том, что вот мы взяли Милтона Эриксона, Вирджинию Сатир, Фрица Перлза, посмотрели, как они чего-то делают, взяли от них модель и заявляем, что тот, что умеет один человек, мы теперь можем научить всех остальных. Извините, ребята, для того, чтобы делать то, что делает Милтон Эриксона, нужно быть Милтоном Эриксоном. Никто же не говорит о его личностных параметрах, о том, как он это достигал и так далее. То есть в моем понимании, ну такая модель, если и приживется, то ненадолго, а скорее всего, что не приживется вообще. Или у того, кто будет похож к товарсану Эриксона. Да, или может так случайно сложиться, что действительно это так случилось. Ну и плюс там, НЛП-иски почему так популярны в последнее время? Потому что это технология, это инструмент. Делай раз, делай два, делай три, получишь счастье. Ну а всем хочется таблетку от всех болезней, поэтому, естественно, вот это все достаточно интенсивно работает. Ну, с СПТ немножечко все сложнее. И сложнее по еще одной второй такой причине, очень серьезной. СПТ работает с групповой динамикой. Я бы даже сказал не с групповой динамикой, а на базе групповой динамики. Групповая динамика – это матрица ежесекундного изменения во времени отношений между участниками. В норме, когда работают тренеры через модерацию, любой участник, который сложный, который что-то, ну там два, скажем, крайних вида участников, сложный участник, тот, который все время вякает там или конфликтует, от него пытаются как-то тренера отгородиться, он мешает проводить тренинг, это все нужно заглушить, его нужно приравнять ко всем остальным. И второй вид участников, которые где-то там в углу читают книжку или куда-то выпали в осадок, их тоже мы желательно не будем замечать. Почему? Потому что тогда придется что-то выяснять, что между ними происходит. И это вот тренер постоянно пытается от этого отгородиться. В СПТ наоборот. Вот это вот. Чем больше, тем лучше. Потому что там совершенно реальное что-то, стоящее за этим поведением, за агрессией или наоборот за саботажем, это нужно раскручивать, и тогда человек может выйти из этой скорлупы и начать что-то действительно делать эффективное. Потому что и агрессия, и саботаж, может быть обида и слезы. Это нормальные формы поведения, которые, скорее всего, в этой ситуации малоэффективны. То есть требуется просто дать обратную связь, соприкоснуться с этим ближе, и тогда возможны какие-то изменения. Ну и это еще мало. Мало об этом сказать. Есть такая штука, как теория поля у Курта Левина. Наверное, теорию поля я сейчас щупать не буду. Но зато я сюда притяну вот точно такую вещь, как... Как бы это так назвать? Давайте я сначала расскажу, потом как-нибудь назовем. Когда человек рождается, когда он приходит в этот мир, есть такая штука, теории объектных отношений, мало не клянь. Ну, вообще-то их достаточно много, теории объектных отношений. Но мне, честно говоря, больше нравится мало не клянь, потому что она как-то вживую подтверждается. Но, например, даже на тех же моем чадушке, которому сейчас один год, вот я четко вижу, как это все дело совпадает и как оно происходит всерьез. Там постулируется такое, что когда человек приходит в этот мир, он... Психика является рудиментарной и такой недоразвитой. То есть о психике вообще-то в момент рождения говорить еще крайне сложно. Ну, в общем, сложно говорить о том, что это человеческое существо, это что-то такое, то ли зверушка, то ли не зверушка. По сути, психика потом интенсивно эволюционирует и он становится личностью и человеком позже. А вот в тот момент, когда рождается, у существа возникает такая штука, как иллюзия всемогущества. Возникает на протяжении... Это первая стадия по дедушке Фрейда, называется оральная. Возникает за счет чего? Человек не способен выделять вторичный объект. То есть он думает, что все то, что с ним происходит, это он. То есть появился дискомфорт, например, где-то газики в желудке. Он открыл рот, сделал, что-то там с ним делают, газики исчезают, ему становится лучше. Ну, например, там мама берет, прижимает там груди или как-то так, или там может хладит желудок. Нагадил в памперс, сделал, да, памперс поменяли, дискомфорт исчез. Все замечательно. Но он не понимает, что это поменяли. Он думает, что это он произвел такое действие. Ну, если можно говорить о том, что он думает. Появился дискомфорт, стало голодно, он опять сделал ря, ему дали сисю, все стало замечательно. И вот эта иллюзия всемогущества, она длится до где-то плюс-минус шести месяцев. В шесть месяцев психика, развиваясь, 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 доходит до той фазы, когда ребенок способен выделить вторичный объект. Он осознает, что уй, елки, так оказывается, это все делал не я, оказывается, это была мама там или другие окружающие, которые меня обслуживали, и оказывается, без них я просто подогнал. Возникает первая нарциссическая травма в жизни ребенка, и возникает жутчайшая фрустрация от того, что он на самом деле не всемогущ, а наоборот, без помощи. И человеческое существо потом по жизни колбасится между этими двумя плюсами. то есть есть вот здесь всемогущество и здесь есть беспомощность. Поскольку это бессознательные процессы, которые у человека происходили в довербальном периоде, так называемом, крайне раннем, эти бессознательные процессы потом нас по жизни всех ведут в одном и том же направлении. Мы пытаемся избежать всех беспомощности и получить всемогущество. И мало того, всемогущество у нас зафиксировано на уровне памятийных конструктов, например, таких штук, как энграмма, может быть, если что-то он говорит, это такой телесно, нейронно, памятийно, ну все сразу, комплекс ощущений и восприятий. Так вот, на уровне энграмм и памятийных конструктов есть память. О том, что всемогущество возможно. Я это помню. Вот оно просто, если так метафору компьютера принести, оно находится в тех файлах, которые были. Не те, которые фантазийные, выдумано там или приснилось, а те, которые были. Это реальность. Вот там фотографии существуют. И тогда вот это становится очень заманчивой штукой. Вот этого мы избираем, а вот сюда стремимся, потому что это вполне возможно, что реально. А вот между вот этим всем находится такая штука, как вся социальная лестница, которая нас окружает. Социальная парагипма или лестница власти, как угодно это можно называть. И речь идет о чем? О том, что если опускаться вниз от всемогущества, ну всемогущество, понятно, что это существо называется Бог. Если спускаться ниже, кто у нас следующий после Бога? Ну так, в социальном устройстве. Царь. Точно. Помазанник Божий, царь, существо, которому позволено почти все, но только он не может звездами управлять, погодой, светилами и так далее. Но очень такая заманчивая вещь. И оно вообще-то присутствовало и присутствует до сих пор в истории, так и в архетипическом виде в этом обществе. Под царем есть так называемая всегда знать. Это голубые крови, которые тоже некоторым образом даны сверху. Вот эта голубая кровь, она вот, дворянство, оно там как-то ненормальный человек, необычный. Поэтому выше всех остальных. Если перевести это, ну скажем, опять-таки схематично на наш мир, то у нас царей и знати, наверное, нет, но у нас есть такое существо, как президент. Под президентом будет такое существо, как депутат. Под депутатом, в конце концов, это все, опять-таки, подчеркиваю, что это схематично. Вот. Под депутатом, в конце концов, мы выйдем на существо, которое называется БОС. Либо начальник. БОС. Да. Начальник обыкновения УС. Вот. У каждого начальника обыкновения УСа есть свой подчиненный. Подчиненный он под чином, он всегда ниже по статусу, и у него власти меньше и меньше и меньше. В итоге есть еще одно социальное существо, которое известно в истории, у которого свободы нет вообще. Это существо называется РАП. А здесь тогда на уровне беспомощности пустое место. Помните в анекдоте? Доктор меня все игнорирует. Следующий. Вот это вот то, чего мы не переживаем категорически. И вот получается, что вектор бессознательного нашего проявления в социуме нас вынуждает постоянно, отталкиваясь от этой точки, пыжиться куда-то вот сюда повыше. Чем выше, тем лучше. Речь идет о таких понятиях, как право, мое право на что-то, свобода и власть. Вот это вот три вещи, которые нас вынуждают двигаться наверх. А горизонтально тоже может перемещаться там же самое, вертикально. Использовать то же самое право, свобода и власть. Это же треугольник. А что? Ну, например, то же самое подчиненный может уйти в сторону по единственной лестнице, он будет уйти в другом боссу. У него будет больше свобода и больше права. Все равно босс будет. Он будет всегда, но опять, он будет выгодным. Это просто уход от одной системы, переход в другую систему, где точно тот же принцип будет работать. Тут есть одно исключение, то что вот эта шкала, это условная шкала, она, скажем, такая общая. Это можно сказать, что шкала, которая касается я внешнего. То есть, моих проявлений в социум. То есть, где-то вообще-то речь идет о том, как я себя самопрезентую. Мой Макседес, мои часы, мои туфли, моя одежда. То есть, я пытаюсь в социум продемонстрировать свою крутизну в норме. Чем круче, тем лучше, мне легче жить тогда получается. Другое дело, что внутри есть другая шкала. Я реальный. Внутренний. Я внутренний может отличаться. Мы внутри себя знаем себя значительно лучше. И если я, например, внешне босс, а внутри царь, что случается? То это как раз возникает такой вот разрыв между двумя реальностями. И тогда этого человека окружающим очень хочется постоянно поставить на место. Вот в буквальном смысле сделать так, чтобы оно соответствовало. И это либо заниженное, либо, например, вот в таком случае завышенная, либо заниженная самооценка. Это то, что требует коррекции. Уже психотерапевтическая. Но в норме, если вот это не соответствует одно другому, возникает очень много агрессии у других людей. Потому что на лицо появляется ложь. Одно дело, что по одежке встречают, говорят, провожают по уму. Вот эта ложь начинает сквозить, возникает вероятность конфликтов еще выше. А вот смотрите, мы сейчас говорим об одном человеке. Представьте, что появляется рядом другой, который взялся из того же места. Который, по сути, внутри личности имеет тот же вектор стремлений, который также ощущает вот эту вот пирамиду власти, как и я. При возникновении другого, что мне нужно будет сделать? Первое. Жизненно важное. Определить его в этой иерархии. Точно. Сравнить себя с ним. Потому что если я босс, а передо мной президент, это требует совершенно конкретных поведенческих проявлений. То есть, я должен быть по-другому себя вести, чем если, например, я босс, а передо мной раб. Совершенно другое. Спорно. Почему? Опять-таки, в свое время по себе сужу. Я был подчиненный, но мог себя вести одинаково с президентом, с депутатом. Не потому что я был умный, а потому что так я и все ввел. Тоже самое и босс может себя вести с рабом на равных. Это повезло. Я имею в виду, что с точки зрения реализации права на власть и права на свободу, любое существо это учитывает. Потому что просто-напросто право появляется чуть больше или чуть меньше. Или намного больше и намного меньше. Чисто я имею в виду. То есть просто мне никто еще не дал полностью. Или у тебя порядок с коммуникативным не надо. Ну, то есть здесь вопрос. Или может у босса порядок с коммуникативным. У разных вопросов. Здесь просто вопрос фиксации человека на получение власти и всемогущества. Если человек сильно травмирован в детстве с точки зрения психотерапии или может быть даже психиатрии, то он будет постоянно за вот эту вот власть бороться и постоянно любое поползновение в сторону лишения его этой власти и свободы воспринимать в штыки, агрессивно и будет интенсивно мочить всех вокруг. Ну, что там далеко ходить? Президент может. Вот. Может быть по-другому. Может быть заниженная самооценка. Тогда вот-вот там позиция беспомощного, позиция, ну, грубо говоря, мазохистическая. Здесь тоже вилка идет с адаматом. Вот. Но в социуме, в норме как раз это работает в любом случае. И позиция такая, как паритет на равных, она встречается в природе крайне редко. Она требует очень много усилий по договоренности, по, скажем, по выяснению статусных вопросов и полномочий. И вот эта вилка задает три варианта вообще-то общественного, социального поведения, которые являются ну, таким базовым постулатом в работе в СПД и в работе вообще-то в подходе к межперсональному взаимодействию. Там три основных позиции, которые нужно действительно освоить ну, почти в любом трене. Появляется что? Есть я и есть другой. Если я выше, чем другой, то это мне совершенно объективно предоставляет некоторый ресурс. При наличии ресурса я имею право на приказ. Я имею право на приказ. Вот такая вот форма социального выражения. Если я нахожусь снизу, то что у меня ресурса нет, что я могу делать по отношению к другому человеку? Если говорить о той транзакции, то я могу не подчиняться, здесь речь идет. Если я хочу что-то получить, то здесь будет просьба. Здесь нужно уметь просить то, что называется как человекную царю подаешь. И вот то, как мы просим, а мы этого страшно не делаем, потому что сама по себе позиция снизу, она уже воспринимается как унижение. Она уже достаточно неприятна. А когда мы просим, здесь возникает еще такая двойная вилка двух еще противных эффектов, которые могут возникнуть. Мне могут сказать нет, а я уже и так себя плохо чувствую. А мне этого подлюка берет, я тут прогибаюсь, а он меня берет и говорит, что нет, отказ, неприятно. И вторая вещь, когда я прошу, у меня ресурса нет, я становлюсь должен. Притом должен не остановлюсь потом, а прошу сейчас, совершенно что-то конкретное. А должен неизвестно что и неизвестно как-то. И это, вот эти два фактора, они делают форму взаимодействия, просьба, позицию снизу, очень неприятной, неприглядной и непопулярной. И тогда возникает необходимость, что если у меня нет ресурса, или если нет у меня права и власти, если я нахожусь снизу, то это непереносимо. И тогда социум пытается, социальное существо по имени я пытается уравнять себя в правах с другим человеком. Оно пытается того человека чуть занизить, а себя чуть повысить. Это одна из причин, по которой эта парадигма постоянно подпитывается. занижение другого человека, манипулирование и повышение себя. И та форма взаимодействия, которая между ними здесь будет происходить, называется манипулятивная борьба. Я пытаюсь получить от человека результат не на основании имеющихся объективных правил, а на основании чего-то такого, что создает мутную воду. Вообще определение, банальное определение манипуляции с точки зрения социальной психологии, манипуляция это использование другого субъекта в качестве объекта для достижения собственной цели. То есть меня по барабану его хочу, не хочу, его статус, еще чего-то, я чего-то хочу и начинаю натягивать любые контексты, дабы получить какой-то свой результат. То есть я скажу нет и долг и не будет бояться, то это уже манипуляция. Еще раз. Но была проблема, некая проблема, я не мог ни подойти с просьбой, ни предложить что-то, ни просить что-то. В какой-то момент я перестал бояться слова нет, слово долг, слово обязанность и решилась проблема с просьбами. Я думаю, да. То есть проработка вот здесь проработка. В реальности это тоже манипуляция? Нет, в реальности это как раз видимо речь и шла о навыке или способности занимать позицию снизу. То есть если человек Я пехожу снизу, сразу пехожу. Вот если человек перестает бояться отказа долгой позиции снизу, он тогда появляется такая штука как поведенческая гибкость. Он может спокойненько передвигаться сверху вниз наравне как угодно в разных ситуациях. И вот эта поведенческая гибкость в широком контексте коммуникации и является основной целью СПТ. То есть за этим стоит целая туча навыков. Конкретных навыков вступления в контакт, уступления в контакт, выход из контакта, манипулирование, устойчивость от манипуляций и так далее. Вот этот весь комплекс он связан как правило с этими тремя позициями. Точно так же как и с позицией приказывания. Например, когда в тренинге по управлению требуется учить управленцев. Не так много людей умеют эффективно приказывать. Встретят агрессию, что они встретят сопротивление, не знают как себя при этом чувствовать. Это как правило связано с позицией сволочи. Сволочь она на себя не очень приятно надевается и точно так же там есть свой средств проблем. Поэтому вот СПТ в любом тренинге просто через вот эту призму глядячи выстраивается некоторое количество навыков и компетенций, которые можно шлифовать в том или ином тренинге. И естественно я их как тренер знаю. Естественно я знаю что должно быть на выходе, какое поведение эффективно, но участниками это не говорят. Они должны это найти сами. А находят они сами его как? Дело в том, что вот это как раз процесс, когда люди выясняют постоянно, ежесекундно свой статус и является групповой динамикой. То есть в любой момент тренинга участники глядячи друг на друга по ходу тренинга что-то демонстрируют, как-то друг на друга смотрят, как-то участвуют в процедурах кто-то демонстрирует что он такой крутой модный перец кто-то наоборот молчит тихонечко в тряпочку кто-то ждет своего часа и вот оно постоянно меняясь создает такой фон где это все время актуально и тогда на этой актуальной ситуации если я базируюсь то я постоянно работаю в контексте настоящего поведения если я пытаюсь заглушить выровнять всех и сказать что в лектории или там как-то так назвать они тогда просто чувствуют себя какими-то болванами чья задача внимательно слушать и не проявлять то что им вообще-то хочется а в СПТ наоборот другая вещь способствовать тому чтобы вот это проявлялось потому что на этом фоне всегда будет масса материала и для обратной связи и для комментариев и для изменения установок и для работы и для определения решений принятия решения по собственным способностям и к переходу в теорию в навык туда-сюда и так далее и так далее и работа по сути на самом деле очень непростая потому что от тренера требуется готовность справляться с различными ситуациями никогда неизвестно что двух одинаковых тренингов не бывает как и двух одинаковых участников каждый раз это все по новой невзирая на один и тот же тренинг например команды которые являются одинаковыми они все разные от и до и это все балансируется от агрессии и то слез и так и сяк то есть в любой момент времени может что-то выскочить поэтому вообще-то для тренера спт подготовка в области психотерапии является очень желательно это как раз очень близкий к психотерапии контекст есть у меня коллеги которые сптшные тренера не психотерапевты тоже работают но у меня есть ощущение что в таком случае работа более поверхностно можно работать глубже имеется ввиду докапываться больше до первоисточников каких-то проблем конфликтов и так далее в том числе и интрапсихических личностных конфликтов что очень хочется это чтобы вот это парадигма спт чтобы там хотя бы работал в качестве тренера психолог потому что когда туда попадают люди не психологи не имеющие отношения к психологии вот есть на рынке тоже такое мнение что нафига тренеру быть психологом если речь идет о передаче информации то незачем если у нас сидит сто солдат или еще кого-то они не могут пошевелиться обязаны слушать ну то тогда никаких проблем только этого человека тогда называем не тренером а лектором вот а если речь идет действительно о глубокой работе то это вот это я правильно понимаю психолог это не курочка психолог это призвание да то есть не дать надо быть психологом это речь идет о толерантности и о моей способности выгребать все что угодно и на самом деле агрессия которая есть в группе ну а по дедушке агрессия это вообще-то нормальное состояние личности энергия либидо и агрессия это то же самое вот то нужно просто понимать что агрессия которая происходит в любом человеке она либо законсервирована то есть то что называется психотерапия и консерва вот сидит человек и инкубирует так в себя агрессию никуда не направляя она как правило тогда будет работать разрушительным образом для самого же человека либо она направляется вовне а на вне она будет направляться либо на группу либо на тренер ну либо на конкретного участника группы вот и в этом случае честно говоря и то и другое полезно и то и другое приемлемо и интересно вот но скажем для того чтобы группа не пошла в полный раздрайв мне как тренеру нужно понимать что если они направляют эту агрессию на меня это все равно способствует например разрядке напряженности это все равно способствует продвижению куда-то к снижению эмоционального фона фоноаффекта и к возможно переходу к большей работоспособности готовности к работоспособности но то что она есть это вот есть такой недостаток тренерской работы что ее приходится поверить на тренинге когда-то такие процедуры например как моя одна из любимых процедур это долгануть у кого-нибудь 2 рубля в группе и у него на глазах их порвать нет 2 возьму 10 и полный человек впадает в стресс человек впадает в аферт и не знает как выкрутиться с этой ситуации вообще-то от него в коммуникативном клинике как правило теперь после чего настойчивое серьезное обращение ко мне с требованием а потом возможно с просьбой вернуть толк но обычно народ это не демонстрирует то что может происходить это вот как-то меня группа скрючила поставила в позу зю и добыла с меня каких-то моих денег силовым методом тоже решение тоже решение да с вашей стороны тоже было насилие вы все разорвали он сам дал он отдал сам это было отдал но он не знал что будет он отдал и вы заметили у нас группа варьев она всегда есть дело в том что вообще-то если говорить о том что проявляется в этой коротенькой процедуре эта коротенькая процедура обычно длится целый тренинг то есть первое что первое что люди делают ошибки в большинстве случаев ну наверное процентов 80 все не скажу на процентов 80 участников подобной ситуации они не требуют ну например не выставляют четкой рамки когда отдам в какой момент и так далее то есть не просто ну на тогда нету собственно и договоренности тогда я могу делать все что угодно если есть договоренность то я тогда могу перейти в другой контекст я могу начать интенсивно манипулировать и говорить делать все что угодно для того чтобы мне отдать я тогда могу посмотреть на то как человек работает с манипуляцией как он противодействует манипуляции и человек сам про себя очень многое осознает да? вы ясно используете в своей работе провокационные методы да, часто? часто да, часто я вам для этого не использую я думаю как он вообще вам же достается за это? лучше не доставить туда группе потому что в любом случае какие ситуации будут вводить большинство я думаю что группа группа как правило побаивается и нередко это делается особенно там есть два таких перегиба в корпоративном контексте они вместе работают и они друг друга побаиваются дабы не разрушить отношения которые сложились там а в открытом тренинге они просто друг друга еще не знают и они боятся всерьез по-настоящему то есть они не знают что в таких ситуациях получить поэтому мне проще это спровоцировать на себя ну и ради бога к этому у меня есть готовность если этих провокаций не делать то тогда требуется иметь вместо этого арсенал достаточно большой арсенал эксперименциальных игр они достаточно ну так редки на рынке и не так просто с собой думать эти игры они очень пассивные в чем-то игра это уже отыгранная чтобы ее нормально в группу внести скажем ваша игра это своё а купленная игра это не экспиренциальная игра это например процедура с двумя гримами это экспиренциальная игра но она скажем она не воспринимается как игра для группы вот если взять например процедуру со стульями вот эту про конфликты которые рассказывают это тоже экспиренциальная игра это мой инструментарий но группа ее редко воспринимают как игру скорее как просто какую-то процедуру и очень не сразу в это въезжает то что тренинг уже идет и то что процедура уже пошла вот но есть и другие например процедуры экспиренциальные ну скажем как какая-нибудь там игра по типу уродливый лайм к примеру в переговорном тренинге может быть известно вам в которой просто выдаются некоторые роли но роль это просто как это даже не инструкция это как некоторый контекст а вот то что между участниками происходит происходит по-настоящему и вживую и тоже иногда может чуть ли не до мордовое или экспиренциальной игрой может являться ну например какая-нибудь вот по моему Паша в прошлый раз участвовал с картами да вот ну или процедура в которой я прошу группу выставить на столе в командном клининге 10 человек 10 пачек домино вот в такую в змейку которую эту штуку нужно сделать за одну минуту там выражается целый пласт сразу навыков командного взаимодействия там все раскрывается вот но но такие процедуры достаточно сложно подготовить достаточно сложно смоделировать так чтобы они всерьез отражали реальность и просчитать на на ошибку если в такой процедуре происходит где-нибудь ошибка если я чего-то не учел меня тут же просто разорвут в клочья то есть вот вот там требуется очень трепетно относиться к тому арсеналу процедур которые предлагаются поэтому я предпочитаю использовать просто реальный контекст особенно ну например такую штуку как опоздание кого-то из участников это реальный контекст где можно всерьез разбираться с этим или например процедуру которая называется принятие правил вот пока группа не примет правила всерьез я за группой не слажут а что это означает одно из правил например является правило закрытости круга группа может работать только в полном составе это означает что если мы договорились завтра в 7-9 утра приехать на тренинг то мы можем начать только когда мы соберемся все если кто-то опаздывает мы будем сидеть и ждать как правило в киевском если это не выездной тренинг а в киевском контексте находится кто-то кто начинает интенсивно сопротивляться и рассказывать а что если пробка а что если цунами а что если я в лифте застрел а что я там если бабушка там на дороге упадет то что я ей помочь не могу и так далее что является например признаком нет способности принимать ответственность до конца и всерьез и вот тогда запускается такая штука что у меня когда-то группа правила принималась день первый день тренинг весь ушел на принятие правил но при этом можно Что подчеркнуть, что вот этот вот группдинамический аспект работает по полной программе, коммуникативный аспект работает по полной программе. Если это тренинг коммуникации или переговоров, по сути этот весь день и идет коммуникация, идет лобилизация, идет все то, что мне требуется. Хотя группа, собственно, не понимает в чем она варится и продолжает интенсивно, например, уговаривать участника. Они там начинают разбиваться на группировки, кто-то за, кто-то против, кто-то там, ну и так далее. Может происходить все что угодно. Моя задача просто видеть, что стоит за этим поведением. Иногда, может быть, его комментировать, иногда ее подводить, ну где-то может быть даже с помощью модерации куда-то, вот повести в более правильное русло, чтобы она не пошла полностью вращаясь. Понимаете, вот то, что я говорил про IT-психологов, они именно это и делают, только они делают постоянно с коллективом. То есть они постоянно себя сравнивают и его донаправляют. А по поводу приговорных тренингов, это просто незаменимый люди. Да, вопрос. Оно включает у вас подготовку таких тренеров? Ну, если не полностью тренеров, то хотя бы продвинутых. Ну, подготовка, скажем, именно такой всерьез подготовка. Я, наверное, буду рекомендовать все-таки по школам, где я готовился и где я являюсь обучающим тренером, это Киевская школа тренеров социально-психологического тренинга. Советую, почему? Потому что там порядка 800 часов подготовки. Это 80 дней в руках. Где есть необходимость, кроме того, что люди там защищают какие-то дипломные работы, пишут курсовые, проходят коллоквиумы. Ну, это, как правило, в дистанционной форме, через интернет, там где-то на форумах. Но, кроме этого, есть подготовка, то есть личный опыт во всех этих тренингах. Вот если есть там 10 основных тренингов, то первое, что люди должны сделать, это пройти через собственную швуру эти 10 тренингов и получить, собственно, собственную адекватную установочную интрапсихическую позицию. Иначе проводить тренинги невозможно. И это та школа, которая Слободенюк? Слободенюк – это подобная школа, это та, где дружинят. Слободенюк и Петя Халевчук пытаются создать свою школу, но там это несколько мягче и чуть-чуть перед... С чего не сложно, когда-то у вас есть какие-то... Ну, это можно ввести КППП, Киевская ассоциация практикующих психологов-психосерапевтов, и там это все вы найдете. Вот. Ну и, кроме того, туда же входит, например, в подготовку тренеров и разбор тщательный, что такое групповая динамика, что такое экспиренциальные игры, что такое ролевые игры. Дается методика проведения тренинга. Потом это все должен человек 40 часов провести в наблюдении, 40 часов в ассистировании, 40 часов в тренинге под супервизией, защитить выпускную работу и так далее. То есть это, как бы, ну, такой достаточно целостный, комплексный подход, который длится, ну, где-то 2,5, ну, от 2 до 3 лет, в зависимости от того, как группа договаривается, двигаться. То, что я делаю, у меня в данный момент есть. Вот так очеркить. В открытом режиме. Вы не забываем, эту ручку вставляете, и она сама его... А у меня нету ручки, я думаю, если я туда не встал. Берите. На самом деле, зубы мои тоже, как бы, рабочий инструментарий. Вам виднее. То, что касается... Тоже можно нечто в этом роде получить. То есть, на самом деле, я задумываюсь сейчас о том, чтобы создать проект по подготовке тренировок. Но, честно говоря, у меня сколько проектов других, что мне еще только этого на свою голову не хватало. Но нечто подобное, по крайней мере, для себя лично, точно можно пройти. Но с Криптума есть... То есть, обычно Криптум работал в корпоративном формате. Сейчас, вот, с июня месяца, наверное, с июля открываются 4 проекта, которые направлены на индивидуальное обучение, то бишь на открытые тренинги. Это проекты называются... Шу... Оно за господи. Вот там, вот, один из них бумажка есть. Техникум проектного менеджмента или проектного управления, ТПУ. Нет, менеджмент. Потому что, если переставить техникум управления проектами, то будет туп. Мне не нравится. Сюда входит, как раз вот, то есть, это комплексная подготовка по управленческой тематике, например. Сюда входит такая штука. Тренинг командного взаимодействия. Тренинг управления субъектами. Собственно, сам по себе тренинг управления проектами. Это смесь командного взаимодействия и управленческого взаимодействия. Дальше. Управление, урегулирование конфликтами и устойчивость к манипулятивному воздействию. Четвертый модуль. Пятый модуль. Бизнес-симуляция по проектному менеджменту. Это три дня группа попадает в такую эксперименциальную бизнес-симулируемую среду, в которой приближенные к боевым условиям. Это, кстати говоря, тоже хорошо было для IT-психолога. О чем я говорю? Это, у вас, получается, сфера статистического и полностью готова. То есть мне это нужно как-то предпочтить. На самом деле, под корпоративный заказ тут совершенно четко подбираются, моделируются процедуры. Я могу смоделировать просто контекст организации. То есть под какой-то мне нужно посвятить. Вы говорите об индивидуальном, я говорю о курсе целом. Нет, о целом, да, но я говорю не об индивидуальном, я говорю скорее о корпоративном заказе, когда группа, в том числе и IT-шников, там я иногда тренирую. Когда ставится мне какая-то задача, например, где есть цель, к примеру, диагностика работы системы, где целью, например, является выдать какой-нибудь продукт на гора, я тогда моделирую производственную сферу. Я провожу там 3-4 часа в сборе информации, потом ее пытаюсь перевести не в такую процедуру, как у них, а в процедуру, там, например, на домино или там еще на чем-нибудь, так, чтобы можно было абстрагироваться с одной стороны, а с другой стороны было понятно, как это переносится на производственный контекст. Ну и сделаю так, чтобы группа в ней серьезно работала и чему-то научилась. Ну и там тогда вот пятый модуль, это управление собственной деятельностью, куда входит тайм-менеджмент, планирование, целеполагание, и один день управления проектом не болтнует. У вас можно было бы взять вот это? Да, потому что она, к сожалению, одна. Я тут все в ней... Ты понимаешь, что там, где вы знали? Я могу ее выслать, если... А, кстати, у меня на сайте есть. На КААПе? Там? Нет, не на КААПе. Это у меня свой сайт, он здесь указан. Он, правда, находится в таком немножко раздраенном виде, я просто себя... Не скрипку на этом. Я себя сильно перезагрузил в последнее время, у меня не на все хватает ухо. Вот технику проектного менеджмента – это шесть модулей управленческих тематик. Есть точно такой же проект, который называется «Колледж коммуникативной компетентности». Это новый, вот он только стартанул, у меня еще даже нет с собой сверстанной программы. Туда входят презентации, а коммуникация, это первая презентация, вторая коммуникация, трехдневная презентация, три дня продажи, два плюс один конфликты манипуляции, и дальше переговоры коллаборативные, направленные на сотрудничество. Ой, господи, что это такое? Это дни. И переговоры жесткие. Ну, это вот как раз из этого, это уже по сути весь пласт коммуникативных тематик. Есть еще то, чем тоже занимаюсь, это немножечко из другой сферы, другая настройка. Это школа эффективной самоорганизации. Там управление собственной деятельностью, то, что я говорил, это тайм-менеджмент, планирование, цели и полагания. Сюда стрессоустойчивость, саморегуляция, что же там еще? Ассертивное поведение, это уверенное наставничество и принятие решений. Ну, а четвертое, это из области психотерапии, там сны, музыка, терапия, мужчина и женщина, сексуальность и так далее. Там есть еще, так называемая, мастерская личностной зрелости. Этого еще, этого еще даже на сайте нету. Это только родилось, то есть я планирую, где-то к концу июня, это все дело родить всерьез, и тогда это попадет в широкий загад. Цена указана у нас. Цена открытого тренинга, то корпоратив, открытый тренинг 600 гривен. В два раза больше. В норме три. А так, если это полная программа, то это два плюс один плюс три. Ну, это вот там шесть модулей, которые вот все... И у них есть какая-то скидка на... Да, я думаю, что если в комплексе, то да, то наверняка будет какая-то... Я не могу сказать, что большая, вот 10-15% будет. Ну, там и так цена будет, чтобы не сказать, если брать по рынку, то что суббега в день, это в районе нижнего предела. Вот. Что еще? Пока у нас есть 15 минут, я могу еще так... Еще такую штуку вам предложить. Собственно, по поводу, вообще-то, основной теории коммуникации. Это очень забавный и интересный аспект, который сута сама по себе теория достаточно быстро объясняет то, что происходит между индивидуумом и собственным. Вот это сута теория Курта Левина, на которой базируется Испаде. Если мы имеем двух людей, я и другой. При моем желании что-то получить от другого человека, у меня появляется такая штука, как зависимость. Я начинаю зависеть от другого человека, я без него не справлюсь. То есть, гипотетически предполагается, что я, если я уже вступаю в контакт, то мне именно этот человек нужен. То есть, мне не означает, что я там с этим вступил и пошел искать другого. Речь идет о том, что вот в коммуникации я решил, что нужен этот, я от него завишу, мне нужно получить что-то от него. Теория социальной психологии говорит о том, что существо другое при сближении со мной, если я просто появляюсь рядом в одном контексте с другим человеком, другое человеческое существо, не знаю, чем меня, воспринимает меня априори как агрессор. Априори. И запускает обычное поведение, которое в общей психологии описано. Это вектор удаления. Оно начинает каким-то образом избегать со мной контакта. То есть, это четыре вида реагирования, три психологические, один психотерапевтический. Нападение, избегание, замирание. Психологические, не психотерапевтические, можно еще упасть в обморок. И сказать, что я была не в себе. По сути, тоже вид избегания, но, тем не менее, там есть еще в чем поколупаться дедушке Фрейду, который очень любил истеричек. Что нужно сделать с точки зрения общей теории коммуникации, для того, чтобы вот этого дальше была возможность продолжать взаимодействие. Требуется вот этот вектор ухода заблокировать. Это первый вектор по кулевину, что означает, что мне нужно сделать такой контекст, когда другой человек сможет соприсутствовать со мной в одном помещении. Для этого требуется такая штука, как возведение рамки взаимодействия. Рамка взаимодействия, она уже давным-давно социумом придумана, и называется она конвенция. Конвенция – это свод морально-этических норм правил поведения в социуме, которая гласит, например, что при сближении с другим человеком, дабы он не дропанул, нужно дать ему послание, которое по типу «мы с тобой одной кровью». Нужно сказать «здравствуйте», нужно улыбаться, нужно быть вежливым, и тогда другой человек сможет со мной находиться в одном помещении, соприсутствовать. Речь идет, вообще-то, о том, что это присутствие двух объектов, двух особей видах «Homo sapiens», объект по имени Вася и объект по имени Петя могут находиться рядом. Речи о субъективности, а субъективность – это речь идет о собственном «хочу», не идет. То есть, здесь идет просто речь о том, что вот этот человек, я на него смотрю, как, например, на существо, обладающее двумя руками, и которое способно выполнять для меня какую-то работу. И вот я тогда на него и обращаю внимание с точки зрения социальной лестницы и конвенции именно как на таковое. Рассчитывать на то, что через конвенциональные нормы и правила я буду получать результат крайне глупо. И опять-таки, ошибка других часто тренингов, которые, например, готовят из людей таких себе говорящих листовок и обучают их эффективно манипулировать. Вот это как раз создание объекта объектных отношений, вот где речи не идет о том, что другой человек хочет или не хочет, обучают людей эффективным манипуляциям. Как правило, результат что-то в памяти разово больше не подходи ко мне вообще. Понятно, что я понимаю? Если речь идет, например, в тренинге о том, чтобы был стабильный, длительный эффект и была возможность направить вектор вот сюда, это второй вектор, в нем речь идет о сотрудничестве, то мне нужно тогда вступить в контакт с субъективностью другого человека. Мне нужно понять, что другой человек это не просто существо, которое имеет две руки, и у него еще есть свое хочу. Вот тогда мне нужно понять, что передо мной субъект и вступить с ним в контакт. Контакт это сосредоточение внимания на собеседнике. Если я внимателен к собеседнику, если я интересуюсь, чем он дышит, чего он хочет, то тогда может возникнуть такая штука, которая называется, когда я чего-то предлагаю другому человеку, он не нападает от меня или не убегает, а говорит, а что мне за это будет? И вот это и означает, что человек пытается сравнить что-то объективно предлагаемое мной с теми усилиями, которые он должен будет вложить в это взамен. Если усилия адекватны, тогда мы можем договориться. Неадекватны, мы будем продолжать или проводить переговоры, или мы разберемся в разные стороны. Но суть одна. Если я вхожу в контакт с субъективностью, то это означает, что я замечаю, что человек может хотеть или не хотеть. Я замечаю человека. И вот это и позволяет другому человеку со мной начать сотрудничать. И есть еще третья штука. Когда я вот этого не делаю, а другой человек вот это делает. Как думаете, о чем будут идти речь? Да, должен сказать, что во втором случае у нас должна появиться взаимозависимость. Первое, он вас просит о чем-то. Что? Он вас просит о чем-то. Нет. Нет. Ни о чем он не просит. Пока что речь идет о выполнении того, чего я хочу. здесь у нас первый вектор, здесь у нас второй вектор, мы идем в глубину личности, а здесь у нас третий вектор. Речь будет идти о таком понятии, как желание. Хочу. И речь будет идти по тройке, это здесь, это самое глубокое. Речь будет идти о глубине контакта, это степень сосредоточения внимания на собеседнике. И речь будет о формировании отношений. Если я сосредоточен на собеседнике, если я к нему требителен, внимателен, и если я его не подставляю, соблюдаю некоторые договоренности, которые были достигнуты здесь, если мы с ним эффективно сотрудничаем, то через некоторое время возможно возникнут отношения, которые будут приводить к тому, что у человека появится не моя зависимость от него, не взаимозависимость, а появится его зависимость от меня. То есть ему я буду приятен, например, просто как человек, и он будет что-то делать для меня по собственному желанию, по собственному решению. Например, я приезжаю домой, а мне там доборщик приготовили. Или там, я не знаю, кто-то из моих друзей знает, что я там собираю какие-нибудь копеечки, что-то делает для меня. Ему не жалко, ему не сложно, ему хочется сделать меня приятным. И вот если говорить с точки зрения, например, коммуникации, продаж, переговоров, то вот эта вот тройка, это формирование лояльных отношений. Это когда у меня происходит продажа автоматически, просто потому, что я хороший. Это происходит, потому, что у нас есть созданная всерьез гравка взаимодействия, человек вообще на самом деле мне даже про продажи разговаривать не надо. Мне нужно просто приехать для того, чтобы выпить киво, поговорить и так далее, просто установить нормальный человеческий контакт. И тогда речь идет о желании. Так вот, если говорить о технологиях тренингов, то СПД точно ставит целью научиться получать тройку. Здесь любые манипуляции, которые могут возникать, они все рушат любые отношения. И, как правило, это все связано с субъект-объектными скажем такими отношениями, парадигмой, которая складывается и парадигмой моего взгляда на человека. Потому, что, например, если воспринимать меня как управляющего этим процессом, то единичка и, скажем так, близко к двойке, но в верхней части будет означать мое авторитарное отношение к другому человеку в процессе коммуникации. Двойка будет означать мое демократическое отношение в процессе коммуникации. Тройка будет означать мое либеральное либо попустительское отношение к человеку в процессе коммуникации я честно говоря пропустительское слово мне не нравится но он так называется этот стиль управления вот либеральный это где-то на стыке но видите что разница достаточно интенсивно даже в этих словах либо я человека давлю и вальду его из него то что я хочу либо я с человеком договариваюсь либо я ожидаю то что человек ради наших отношений будет что-то делать это идет от единички к тройке поэтапно но если например фокусировать нл писты часто любят фокусироваться здесь на технологиях манипуляции я уже не говорю там про какую-нибудь сильву там или еще чего-то таких технологий очень много технологии находящиеся в демократической сфере есть которые вот все-таки настраивают процедуру сотрудничества вот но они как правило все-таки недостаточно нацеливаются на отношения то есть они там есть такой постулат в некоторых технологиях что отношения они вредят потому что если например ну это это я сейчас беру этот контекст получения какого-то результата потому что если меняется контекст то тогда эти отношения приводят к тому что в этом вместе с кем-то подружился на работу работал в одной фирме продавал там что-то одно перешел в другую фирму например в конкурирующая поскольку у меня с ним хорошее отношение то я уже теперь получит продаю конкурентные препараты и на это очень или препараты или товары и так далее и это очень сильно не любят вот поэтому это очень так популярно что-то не надо нам лазить в отношении на данных формировать давайте учить людей конкретному инструментарию таблетку пусть они там идут вот и что-то делают и поэтому вот собственно технология спт является не такой популярной потому что она является достаточно глубокой достаточно такой иногда может быть жесткой может казаться жесткой и она не дает таблеток от всех болезней она вынуждает человека личностно расти можно поддерживать эту связку третью связочку если не бизнесе в бизнесе когда заказчик ведь и вы сейчас вставайте в отношении закачивая она получает заказчик ваш вы пришли к нему вы предложили услугу он пошел к вам далее появляется встречное предложение меняем условия договора и вот тут снова мы на контент этапе начинаем если здесь возникает если у нас все построено на отношениях то вполне возможно что он даже некоторые своей прибылью пожертвует ради то есть мы должны ему встречное предложение прибылью конечно то есть у нас партнерские отношения именно да то есть и в принципе допускают потому что у меня есть длительные отношения с некоторыми заказчиками а с некоторыми мы собираемся с теми делаем долг наперед запасом найти схему там возникает простая штука приверженность и лояльность и там возникает очень интересная такая штука что мне тогда нужно вообще-то по честному разговаривать то есть мы меняем условия контракта то я честно прихожу и сознаюсь и это становится наши некоторые общие проблемы меня например вот там вот в колледже коммуникативной компетентности тренинг позиционных переговоров идет последним я его специально ставлю последним потому что позиционные это на единичке вот если этому людей обучить то они отношения никогда не построят это нужно понять что это делается потом и таким образом чтобы отношения действительно не поломать или же если если их нет то есть это такая хитрая вещь в моем опыте в бизнесе это очень немногие организации вкладывают деньги в построен в обучении сотрудников продажников или переговорщиков отношений построению отношений и это не очень не все сферы некоторые в которых это окупается потому что они на этом нацели на самом деле я думаю что это зря я думаю что это просто ну вот от непонимания судьи это 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 некоторый закон который нас окружает который работает по любому если мы его нарушаем возникает тучи конфликтов тучи агрессии еще чего-то лучше бы его знать и действовать понимаете почему его заказывают я большую причину я должна уже идти я еще не пожелаю наш мастер-класс Андрей и такие такого рода тренинги они действительно берут зрелости да человеческой не на поверхности а именно вот уже на глубоком уровне идет работа с какими-то установками настоящими со стилей стереотипами и поэтому я думаю что в этом его ценность основная так что спасибо я тоже взяла у вас в программчике я тоже хотел вам благодарить спасибо но я вам обещал